друзья посмотрите какая вкуснота все-таки я залила эту печеную тыковку сиропчиком сахар и лимон это все остыло вот так вот можно немножко вывалить в этом сиропе и попробовать друзья это невозможно как вкусно если нет своей тыквы сейчас в магазине тыква дешевая ее можно даже закупить зиму ну как дешевая относительно 40 рублей или 42 рубля по-моему у нас килограмм это очень вкусно именно вот с этим сиропом вот видите сколько там можно прям макать ой это это очень вкусно и это очень просто запекли залили сиропом видите как она вся подрумянилась просто обалдеть сделайте не пожалеете всем приятного аппетита друзья вы такое видели маруся кушает а шпуля тоже кушает шпулька ты же уже большая дылда ты посмотри ты уже с мамку с размером с мамку пятый месяц кошечки вот представляете я не могу ее стерилизовать потому что вот посмотрю как она мамку сосет и вот рука не поднимается пока что да причмокивает все достала ты мамку уже до шпулька достала уже мамкой с другой стороны подойдет лишь бы ты от нее отвязалась ты уже большая шпуля до большая что вкусное мамкино молочко да ох и вкусное молочко не знает как подлезть как подлезть к маме как же подлезть а где что молочком марусь к хвостом машет ехать уже надоело что марусь достала представляете она скоро мамку догонит нам 21 октября было четыре месяца шпульки да шпуля ты кушала полчаса буквально за полчаса кушала целую тарелочку мясо съела так что подожди пока подожди марусь наелась что мя что мя шпуля что такое не дает мамка молочка да ну правильно ты большая уже шпуля вот кузьма идет две девочки ой потягушки а я юбку распарываю для следующего блока кстати очень удобно вот эта заготовка квадрата положил и ты сразу видишь помещается у тебя не помещается не надо ничего вымерять и я померила поняла что мне даже швы нельзя срезать ну чтобы хватило хотя бы на пару блоков вот сижу распарываю здесь юбку что игру ли а так с мамкиным хвостом поиграть до осталось у меня здесь это то что я связала но еще не сшила на 2 на вторую сидушку посмотрела вот она по размеру прям хорошо по габаритам но во всяком случае на мою пятую точку подходит но это такая не будет тут наверное будет сборная солянка из разных пряж которые у меня пока остались пока новая посылка не пришла вот так что вот занимаюсь занимаюсь у нас уже темно вечер время седьмой час вот в доме тепло сиди распарывай вяжи в общем люблю я это время когда уже ничего не надо делать в огороде никаких заготовок поливок прополок посвящаешь время своему любимому занятию вот друзья вы знали что кошки которые садятся на вашими вещи это вот признак того что кошка вас признала она вас любит и как бы таким вот способом она показывает что ей у вас хорошо маруся тебе нравится моя юбка да я ее тысячи лет не носила боже когда-то ешь была такой миниатюрной 44 размера 42 44 было же время до шпуля мой ну как тебе нравится вот так нравится ты уже и коготки поточила него да нравится коврик да ой как нравится монки как монки коврик нравится смотрите как он балдеет ой твой коврик да твой коврик кстати он точил коготки и вообще не остается никаких затяжек абсолютно ничего так что это еще и дополнительная как тедрал к домой к как нравится ну тогда что мне еще 4 вязать такие на чтобы каждому по коврику было весит коврик друзья 500 грамм 500 грамм пряжи ушло ну получается приблизительно в равных количествах хотя на лицевую идет больше на изнанку меньше по моему так но будем считать по 250 грамм пряжи диаметре я потом померяю скажу очень хорошая штучка я придумала там небольшую петельку вот она кстати вот здесь можно вешать на крючочек я уже так планирую будет стена которая под навесом на веранде ее можно красиво украсить вот такими сидушками можно сделать их разного размера разного цвета то есть вечером снял там и повесил под навес чтобы дождь не намочил и это еще будет украшением стены то есть убиваем одним ударом сразу двух зайцев и сидушка тепленькая под пятую точку еще и декор стены на летней веранде вот такая задумка конечно можно еще пофантазировать можно здесь улыбочку сделать глазки дорисовать ну это у кого сколько фантазии хватит просто обычными акриловыми красками нарисовать на этом диске глазки носик там ротик и будет такой улыбающийся человечек тоже неплохая идея но мой газо ценил я так поняла что ему понравилось а ну-ка покажи эта сторона тебе нравится проверю потачи коготки теперь на этой стороне покажи как-то коготки точил меня как кокотки точить эта сторона тоже смотрите какая симпатичная прям такая рябенькая красивенькая класс очень хорошая идея дорогие друзья сегодня уже третье ноября и я показываю вам окончательный результат вот этой прекрасной сидушки для летней веранды нашла я у себя в закромах вот этот мотив кленовый лист именно с этого мотива начинался начиналось мое вязание крючком представляете это уже было 10 лет назад ровно 10 лет двенадцатый год помню просто включила какой-то ролик вязание крючком и мне так захотелось это попробовать что я был очень морозный день градусов 20 мороза январь я собралась и поехала магазин иголочка и первую пряжу которую я купила это было как раз вот эта пряжа по моему пряжа светлана здесь 50 на 50 50 акрил 50 процентов шерсть и вот это была моя проба пера я вязала вот такие кленовые мотивы и потом из них и сшивала их между собой как-то формировала полотно и у меня была такая юбка пункт как сейчас помню она была желто-коричневого цвета и вот при переезде я почему-то ее выбросила как я сейчас жалею ее бы можно было расшить и вот эти мотивы придумать вот так вот куда-нибудь аппликации на коврики на сидушке ну что уже все дело сделано как говорится я ее еще вытащила она была с подкладом теплая такая к сожалению у меня даже фото нет тогда у меня не было ни канала ничего и в общем я ее выбросила я так посмотрела и думаю нет такое я носить сейчас не буду вкусы поменялись тогда я была моложе могла себе позволить вот такую экстравагантность но сейчас конечно бы я ее не одела и вот я ее просто выбросила вернее я не выбросила я ее оставила возле мусоропровода ну там много чего оставалось после переезда и вот она там тоже висела может быть сейчас кто-то ее носит вот так что вот это был мой первый мотив и потом из этой пряжи я связала плед плед сыну в комнату по моему сейчас его тоже нет он свалялся после стирания в машине и тоже выброшен был вот но вот этот мотивчик каким-то образом сохранился я полезла в закрома пряжи я имею ввиду пряжи которая трикотажная и в этом кулечке мешочке нашла остатки пряжи и вот этот мотив очень пригодился он сюда ну посмотрите ну просто класс и вот это вот моя идея повесить на стену как украшение вот в терраске вот эти сидушки навязать их большего меньшего размера и видите я здесь сделала вот такую петельку нужно этой стороной повесить можно этой стороной повесить в общем получилось так что изнанка этой сидушки гораздо красивее интереснее тем вот это лицо вот значит по диаметру вот здесь я сейчас померила 42 сантиметра ушло 500 грамм трикотажной пряжи но имейте ввиду что здесь два вида пряжи одна вот это вот ну как сказать зеленая это пряжа киви а вторая это пряжа от т.д.кор вишневая и вот эта пряжа киви она легче чем другая пряжа поэтому если вязать из пряжи от т.д.кор я думаю что будет нужно больше пряжи не 500 грамм ну грамм наверно 600 пойдет вот на такой коврик значит еще что вязалось из трикотажной пряжи сейчас я вам просто напомню эти видео есть на канале это тоже я пробовала макроме хотя макроме не вяжется из трикотажной пряжи но я связала вот такую авоську училась по мастер-классам конечно же на ютубе донышки мне присылал опять же т.д.кор вот эту авоську да и здесь смотрите какое интересное решение перевернутая деревянная ручка и потом связано какие-то узлы тут плоские я уже честно говоря не помню как это делается это тоже ручки мне присылал т.д.кор по очень привлекательной цене они в этом магазине и еще одна сумка у меня была кожаная сумка и я связала вот такой вот сплела вернее это тоже техника макроме вот такую сумку я ее часто носила очень часто когда жила в москве но а сейчас как-то больше хожу в магазин с сумкой на колесах и ходить в принципе некуда вот тоже есть видео на канале как это в общем идея я не показываю там конечно эти узлы но какие-то ролики есть на канале вчера распустила я вот эту сумку которую я вам показывала в прошлом или ну в роликом раньше и осталось тоже вот такой донышко из орг стекла и вот такой верх в общем у меня идея может быть слепить какую-то корзинку вот с такой крышкой может быть сюда запихнуть поролон как-то красиво это все сделать и мне чем-то это напоминает какого-то гнома может быть на этой коробочки может быть на этой коробочке придумать какую-то бороду волосы глаза носик и получится даже вот такая новогодняя коробка с такой вот макушечкой ну как у гнома это вот так у меня разыгралась фантазия ну а здесь тоже творческий беспорядок здесь из остатков пряжи это вот распущенная сумка большие бобинки ну а это кусочек остался тоже остатки пряжи оставались потому ну в общем не хотела я готовую сидушку больше делать и вот уже начала вывязать и сшивать другую сидушку и еще вот у меня осталось тоже той первой сидушки я друзья что хочу вам сказать я еще один секретик нашла вот этого жгута его можно по-разному сшивать и получится вообще ну разноцветие вот вы видите казалось бы вот этот шнур он связан из двух пряж да то есть красная и бордовая по идее должно было бы получиться как в первой сидушке то есть одна сторона должна была быть либо красной либо бордовой а вторая вот такой грибой но вы видите что здесь мы видим сразу два цвета и красный и бордовый а все это потому зависит как вы этот шнур сошьете за какие стеночки вы будете цепляться вот такой волшебный шнур вы просто возьмите его сложите вот так и посмотрите за какие стеночки можно цепляться и от этого будет зависеть расцветка вашей сидушки вот я говорю можно сделать однотонный а можно прицепиться видите он у него здесь несколько граней у этого шнура и вот в зависимости от того за какие грани за какие петельки вы будете цепляться будет зависеть цвет ваши сидушки или вашего коврика здесь сборная солянка но мне очень нравится вот прям вы знаете хочется съесть до того яркие и сочные цвета еще здесь у меня остались вот такие цвета остаточки пряжи тоже можно будет как-то это скомбинировать я думаю что и и от этой пряжи тоже что-то останется потому что много сидушка вот такая большая получится но и еще останется в остатке пряжи значит смотрите я когда у меня заканчивается пряжа я же здесь из кусочков все это вижу я даже ее не сшиваю видите просто прикладываю и вижу дальше а потом когда вы будете подходить вот к этому месту где ну сшивать будете и где у вас вот эти вот торчат кончики так скажем вот этого соединения вы просто иглой проткните вот эту пряжу чтобы она не развязалась не распустилась то есть пришейте ее прям вот проткните вот здесь вот и пришейте остатки просто можно потом обрезать ну прям под ноль ножницами и тогда вам ничего не придется не нужно будет сшивать вот вам еще одна идея как быстро вязать не сшивая вот эту пряжу вот так что вот такая веселая сидушка у меня еще одна будет вот вам покажу как красиво будет смотреться это на стене в летней веранде то есть навязать можно таких сидушек большего меньшего размера и повесить как-то в разнобой выше ниже и эти сидушки будут еще служить украшением декором летней веранды можно повесить так можно повесить ух уронила другой стороной это я использую здесь вот и очень красиво будет смотреться это на стене все мои хорошие на этом я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилась эта идея вязание этих ковриков да вообще вязание я думаю не может не нравится тем более сейчас долгие долгие будут зимние вечера вяжи шеи края и в общем время рукодельниц настало я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока